Ну что ж, всем привет! И мы продолжаем. Это уже четвертая серия летсплея по рыбалке. Русской рыбалке версии 3.0. Так. Мы ловим на этом же месте. Мы никуда отсюда не уходим. Мы остаемся тут. Рыба ловится достаточно тут хорошо. Пооткармливать я сейчас не буду. У меня осталось... Остался один кусок. Ну ладно, на ямке вот подкормим. То, что тут самая глубоководная яма. Думаю, тут оба на еще один разряд. Отлично, уже пятый. Все просто чудесно. Черноморды. Ну черноморды меня, конечно, радуют. Ник у него, конечно, крутой. Вообще классный. Ник у него, оба на, на ямке клюнуло. Так. Вот когда вам впаяют штрафы, тут будет такая фигнюшка висеть, что типа у вас есть неоплаченные штрафы, и... Будет такая штучка интересная. И потом нажимаете, можно будет оплатить. Но лучше, чтобы ее не висело. Вот это эликсиры. Вот я не помню. По-моему, в этой... Ну, в офонлайне можно тоже их использовать. Вот. Приготовить свежий отвар. Вот холодильник это... Ну вот, только в режиме онлайн можно. Потом что... Ну, похвастаться рыбой, это тоже понятно. Вид выпустить. Так, выпустить наживку. Ну, живца, естественно, имеется в виду. Так, ну ладно, пока 11 часов. Это понятно, что клевать рыба сейчас пока хорошо не будет. Ооо, вот это отлично, 13 тысяч. Так. Я думаю, может нам снасти закупить. Или не мелочиться, потом на 20к закупить. Да, наверное, мы все-таки половим с этими снастями. Подкопим где-то денег под 100 тысяч, если не больше. Закупим вот эти снасти на 20 килограмм. Думаю, это будет хороший такой вариант. Потом что еще? Катушки хорошие закупим. Вот эти тысяч, наверное, по 7. Тоже хорошие. Потом леску такую. Леска должна быть чуть-чуть меньше, чем... Ну, по килограммам, чем удилище. Ну и крючки обязательно вот эти. И пару доночек тоже закупим. На донке хорошо ловить. Не надо глубину, она сразу на дно ложится. Но опыта намного меньше. Даже подсекать не надо. Так. Ну, это наживки. Но наживки нам не надо. Так, отлично. Вы, если знаете на озере еще какие-нибудь места, вот подобные северному берегу, вот тоже, чтобы хорошо ловилась рыба и зачетная, отписывайте мне, пожалуйста, в комментариях. Я все прочитаю. Я обязательно все прочту, посмотрю. В летсплее обязательно... Так, а вот еще выбрать. Ой, выбросить. Снять. Установить. Обязательно я все посмотрю, почитаю. Попробую там половить. И скажу, что там хорошо вообще или плохо. И, ну, вы сами увидите потом. Потому что я знаю, как бы, только вот это место со своих старых, я не знаю, там, прохождений. Я иногда смотрю на форумах, где ловить, но на форумах частенько опираются на рыбалку старых версий. Вот знаете, есть, конечно, все равно официальный ихний форум. У них нормально. Там тоже расписывают все, где что и как ловить. Но все равно. Бывало у меня такое, приезжаешь на пруд, а рыба там не клюет на то, что они сказали. Сделал все правильно, по ямам все покидал. И вообще отлично. Ни рыба не клюет. Так. Вот я знаю, что нам надо ехать на какой-нибудь пруд. Вот обязательно после турнира на озере. Да даже не после, а вот можно, если мы быстрее раскрутимся, можно и пораньше съездить. Потом, если что, вернемся на озеро, на этом. И выиграем турнир. Кубок как раз у нас будет. Нам нужен будет по-любому эхолот, потому что он показывает дно, и ямы, и вообще все. Так что без эхолота, конечно, туговато на незнакомых прудах. Особенно так тыкать вот так вот по плавкам, измеряя глубину, очень много уходит времени, и это как бы поднадоедает. Эликсир я ни разу сколько играл не использовал. Надо будет использовать его. Освежающий отвар, нужна запечатанная рыба. Следующих видов. А, зачетно, извиняюсь. Белуга, большеротый окунь, гигантский карп, глубинная щука, вот я про нее рассказал. Кижуч, линь, лосось, каспийский, палия, сиксом, таймень, черепаха, черный амур. Вот черный амур, это вообще запрет, я вам вот говорю, просто его нельзя ловить. Вот вы его впоймали, вот даже если у вас лицензия самая последняя, там, за 10 тысяч, или сколько она тут стоит, вы его впоймали черного амура, вам все равно впаяют штраф. Вот особенно если инспектор на пруду, вы его вот так вот впоймали, только сразу вам штраф вот тут впаяют, и все. Так что лучше не ловить черного амура, или ловить и сразу, я не знаю, выпускать его для кармы. Только я не помню, карму много за него дают или нет. Или продавать эти, если он зачетный сразу. За него денег много дают, очень много. Не помню, насколько много, но довольно-таки приличные суммы. Так. Подсаг у нас есть. Да, вот днем всегда вот так вот вяло клюет рыба. Как-то днем не сильно интересно. Вот интересно под вечер, или ночью. И ранним утром, начиная с 4 утра, вот начинается уже клев. А, кстати, что я парюсь, нам же надо рыбу сушить. Кто не знает, я нажимаю Shift и английскую V, и он сушит рыбу. Так. Ну, мне не надо постоянно клацать два раза левой кнопочкой мыши, чтобы он выскочил о менюшке, и он засушил рыбу. Так. Отлично. Можно потом рыбой его кормить, кормить, пока он не попросит хлеба, покормить его хлебом, и опять кормить рыбой. Довольно экономно это выходит. Так, понятно. Все. А, нет, не все. Вот эту рыбу еще что-то я пропустил. Теперь берем, так, выпустить всю рыбу. Подтвердить. Карма 15. Вот 16 карм у нас уже. Это отлично. Карма обычный рыболов. В дальнейшем, когда уже будет очень большая карма, будет написано в поймал отпустил. Это самая высшая ступень, по-моему, насколько я помню. Кармы. Так. Почему там? Во. Хоть еще одна поклевка. А все равно мало. Так. Пацанк. Вот так вот, когда не клюет, блин, не знаешь, что делать. Вот так вот лазишь по инвентарю, по везде и смотришь. И подкармливать сейчас как-то не хочется, потому что знаешь, что подкормка понадобится под вечер или на утро. И поэтому как-то ты ее не используешь. Можно, в принципе, прикормить, но только зачем тратить. Как раз по три удочки шесть кусков на вечер и на утро. И потом еще можно будет подкидать еще три кусочка. Блин. Как видите, уже удочка вот это повредила 76%. Тут ничего. Вот когда тянете и рыба начинает плескаться, это как бы, ну, она же уходит там, все такое, маневрирует и удочка перегружается и поэтому она тянется и повреждения получаются. Я насколько помню, короче, хариус сибирский вроде бы тут есть или что-то в этом роде. Он вообще грузит снасть очень сильно. Вообще вот вы его тянете, он тянется тяжело и снасти прямо слышно натягивается и потом постоянно катушку приходится менять или удочку. Ну, в основном катушку, так как катушку он сильнее перенатягивает, чем удочку, ну, потом приходится и то, и то менять часто. что хариус он почаще клюет вот не так как тут хариус там один за одним клюет практически и поэтому он сильно довольно перегружать вот так вот вот сейчас был рывок всплеск это он так вот фух даже может леска оборваться с хариусом слишком сильно я помню еще в какой-то рыбалке был бак покупайте короче ну удочку вот какой-то версии рыбалки удочку леску на дину цепляетесь все как положено леску чуть поменьше чтоб если чё она оборвалась а удочка осталось и рыбу тянете и там же леска там же несколько вот тут написано сколько нет тут не написано вот где тут написано вот длина и когда она рвется длины длины меньше становится ее можно опять использовать а там был баг короче что леска рвется и надо на покупать новую и потом когда в новых обновлениях пофиксили этот баг в новых версиях игрушки я он были не мог привыкнуть я постоянно вот порвалась леска еду магазин покупаю опять перезаброшу три снасти опять порвалась ей 5 еду покупать и потом как-то раз я вот так вот открыл инвентарь и короче забыл что было и у меня вот так вот лесок было просто куча ну в этой рыбалке много очень много багов исправлено тут а не знаю багов практически нету таких серьезных прям таких глобальных вот я не знаю я по моему вот сколько я тут играл в эту версию ну так один на пара чисто профессиональная только один раз играл так прям хорошо а вообще я не играл так профессионально так по чуть-чуть так играл но багов я не видел в принципе не было такого бакства а в предыдущих версиях было очень много багов достаточно много вообще так отличненько нет незачетная маленькая ладно еще подловлю потом отпущу домов нет автомобиля нет лицензии нет вот ловля черного амура категорически запрещена ну вообще даже при наличии самой крутой лицензии я помню уловил я помню как-то забыл короче что лицензию на него ну недели действует и ловлю ловлю жена на штук 20 наловил а мне денег я что-то обрадовался думаю а мне до денег было 300 тысяч по моему сейчас думаю продам там столько же денег будет и бац короче мне как штраф паяли вот такой список там же за каждую рыбу штраф дают по 15 тысяч по моему за рыбу я в афиге я такой сижу думаю нифига себе как это и у меня короче там все деньги ну смотрите сколько у меня там рыб 20 30 где-то было до около 25 вот так но не меньше 20 вот допустим 20 вот и штрафы по 15 тысяч это жесть уже 200 тысяч есть и еще там 5 ну короче около 300 я по-моему там еле расплатился с долгами там не денег чуть-чуть осталось а ну да я же эту рыбу поймал ойф поймал эту рыбу все пошел оценил и потом же как раз заплатил чуть денег еще даже осталось у меня я тогда вообще думал что все крах да конечно было очень сильно неприятно и так долго этих денег зарабатывал так ну ладно эта серия у нас подошла к концу с вами был бельве бергерман думаю вам более-менее понравилось подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии ставьте лайки всем спасибо до свидания